Дорогие коллеги, друзья, я предлагаю начать нашу панельную дискуссию, потому что мы ограничены временем, поскольку в 11 часов начнется пленарное заседание. Насколько я знаю, зал пленарных заседаний находится в другом конце этого большого здания, и до него идти минут 5-7. Поэтому мы должны уложиться в регламент. У нас сегодня здесь приглашены эксперты, специалисты, которые имеют хороший опыт работы и со стартапами, и в реализации инновационных проектов. И тема сегодняшнего нашего круглого стола или панели – как ликвидировать разрывы финансирования проектов на разных стадиях. Эта проблема не только носит такой локальный российский характер. Известно, что во всех странах, в развитых странах, где активно развиваются новые технологии, инновации, где возникают стартапы, проблема разрыва существует. Наверное, всё-таки для России она более актуальна, потому что мы гораздо более молодая экономика. Мы не так давно начали развивать эту систему стартапов, начинающих компаний. Не так давно в России появилось ряд финансовых институтов, которые мы называем институтами развития. И фонд, который я представляю в своей деятельности, постоянно сталкивается с этими проблемами, поскольку ежегодно мы с нашей финансовой помощью запускаем порядка 500 новых стартапов в самых разных областях. И мы можем наблюдать, что они развиваются все очень по-разному. Поэтому некоторые очень быстро находят инвесторов, некоторые испытывают большие проблемы с этим, многие из которых в итоге заканчивают свою деятельность. В этом году у нас фонду исполняется 20 лет, и мы проводили большой форум в Томске, молодёжный форум. Мы пригласили на одной из таких панельных дискуссий 10 компаний, которые были поддержаны фондом и успешно нашли инвестиции в различных финансовых институтах, венчурных фондов, бизнес-ангелов, у частных инвесторов, в государственных институтах развития. И было очень интересно услышать, что каждый из них шёл своим путём, но в результате им удалось получить деньги для следующих раундных инвестиций, создать действительно очень конкурентные бизнесы. И мы сегодня хотели бы поговорить о том, какие пути есть для решения основной проблемы стартапа, как двигаться по пути развития инновационного проекта, как преодолевать эту долину смерти успешно, и какие существуют алгоритмы как у нас в стране, так и в разных странах. Поэтому я бы хотел прежде предославить слово Юрию Симачёву, который имеет достаточно большой опыт аналитической работы в части изучения тех процессов, которые происходит, особенно в инновационных компаниях и в целом в среде инновационной экономики. Пожалуйста. Коллеги, добрый день. Большое спасибо за предоставленную возможность выступить. Я постараюсь достаточно кратко остановиться на проблемах, связанных с провалами в финансировании инновационных проектов. При этом эти провалы связаны не только со стартапами, хотя это очень важный вид провалов. И первое, что я хотел бы отметить, что вообще говоря, провалы в финансировании – не единственная проблема, почему не происходит инновация. Иногда есть проблема, связанная с отсутствием компетенции, есть проблема, связанная с отсутствием мотивации, есть проблема, связанная с отсутствием знаний, и есть проблема, связанная с закрытостью рынков. Это надо понимать. Второе. Деньги, конечно, существенный фактор, но не единственная в компенсации тех проблем, которые есть. И вообще говоря, наряду с институтами развития есть и другие инструменты финансирования инноваций, например, налоговые стимулы, есть бюджетные механизмы поддержки. Пожалуйста, первый слайд. Если мы посмотрим, за последние 7 лет институты развития развивались достаточно динамично в плане финансирования ими инноваций, и самое главное, мы видим, что они уже составляют достаточно существенную часть в рамках общих затрат на инновации компаний. Пожалуйста, следующий слайд. И, собственно говоря, сама по себе картина, связанная с институтами развития, она выглядит уже достаточно многообразной по стадиям, по применяемым инструментам, по размерам поддержки. Следующий слайд. Вот множество есть разных инструментов. Я уже сказал, не только институты развития, характеризующиеся разным охватом, но в чем есть специфика институтов развития? Следующая. Каждый из инструментов обеспечивает свои эффекты и имеет свою специфику влияния. То есть нельзя как бы налоговыми инструментами заменить институты развития. Институты развития могут быть неэффективны в каких-то случаях, когда эффективны бюджетные инструменты. В чем преимущество, прежде всего, институтов развития? Это запуск новых проектов и это, прежде всего, отбор тех предприятий, где сильны мотивации собственников. Потому что мы видим, что финансирование институтов развития является комплементарным к инвестициям собственников и комплементарным к банковскому финансированию, чего нет, например, применительно к бюджетному финансированию. И вообще, если посмотреть, то достаточно небольшая прослойка компаний, у которых средства институтов развития являются основными среди источников инноваций, но при этом существенно шире группы тех компаний, которые положительно оценивают финансирование от институтов развития на инновации. То есть, получается, что поддержка институтов развития важна не объемом финансов, а тем новым качеством, теми новыми рамками, в которых оказываются компании. Следующий слайд. Вообще говоря, когда встает вопрос о том, а где у нас эти провалы, мы, конечно, можем это экспертно пообсуждать, но вот чисто операционально. А кто об этом должен сказать? Ну, обычная цепочка, пусть нам об этом расскажут институты развития. Это возможный подход, хотя понятно, что каждый заинтересован в развитии своего направления. Второй подход, пусть нам об этом расскажет бизнес. Вот эта картинка, она лишь показывает, что у нас экономика достаточно многоукладная и мотивации бизнесу тоже разные. Понимаете, не плохие, не хорошие, а они разные. Для одного бизнеса лучше бюджетное финансирование, для другого по каким-то причинам лучше институты развития. И спрос на политику, к примеру, со стороны растущего молодого бизнеса, я имею в виду инновационную политику, и уже, скажем так, традиционного, сложившегося еще в советское время бизнеса, он разный. И это надо понимать, в этом нет противоречия. То есть здесь ни у кого не может быть монополии на истину. Следующий слайд, пожалуйста. Есть сильная секторальная гетерогенность, связанная с провалами. Вот если мы посмотрим на сам поток инновационных проектов, что чрезвычайно важно, то в целом по институтам развития в общем виде он выглядит достаточно нормально и естественно. Да, довольно много проектов на предпосевной и посевной стадии, потом это число сокращается. Но выстроена эта цепочка только по традиционному такому направлению, как ЭКТ, где как бы и частных участников довольно много, и в последнее время выстроилась в отношении медицины, здравоохранения, живых систем. Вот по таким направлениям, как наноиндустрия, как робототехника, мы видим провалы на венчурной стадии, и мы видим провалы на поздней стадии, что говорит о проблемах, связанных с закрытостью конечных рынков и недостаточностью мотивации компаний. В этом смысле, как мне представляется, я на этом завершаю. Я вижу следующие принципиальные провалы. Первый провал, он все же связан с научно-техническими заделами, потому что инновационные фирмы во многом эксплуатируют те заделы, которые были сформированы в существенный период времени, в советское время, в постсоветское время. И в этом смысле нужно радикально усиливать поддержку научных исследований, но в институциональной форме, в форме, связанной с созданием новых лабораторий, новых кафедр, потому что когда мы разговариваем с молодыми компаниями, для них большие издержки взаимодействовать с классическими институтами, потому что транзакции здесь очень велики. В этом смысле требуется развитие и всех форм кооперации, типа matching grants, то есть поддержка, к примеру, проектов компаний во взаимодействии с университетами, деятельности РНФ, всех научных фондов, деятельность Миноборнауки, когда речь идет про формирование новых научных единиц и развитие, к примеру, тех же трансляционных исследований. Второе – это ранняя стадия. С предпосевом есть большие проблемы. Ситуация улучшилась со созданием Сколково, но она не улучшилась в той степени, в какой надо, потому что все равно есть существенные ограничения по грантовым суммам, и в этом смысле запретительными становятся издержки по определенным технологическим направлениям. Нам надо предлагать более широкое разнообразие траекторий входа, потому что у нас сейчас на ранних стадиях предоставляются гранты, прежде всего для НИОКР, может быть, все-таки рассматривать возможность предоставления грантов по бизнес-расходам. У нас в основном на ранней стадии поддержка сконцентрирована на компаниях, пусть молодых, пусть стартующих. Я полагаю, что можно было бы в том числе рассматривать и возможности поддержки личностей, связанных с творчеством, то есть вполне можно было бы попытаться проработать вопрос о создании фонда поддержки изобретательства, потому что у нас достаточно креативное население в плане индивидуальных идей конструкторских, и это не связано с классическим понятием того, что должен быть какой-то цикл НИОКР сначала проведен. Это в плане разных траекторий. И у нас, безусловно, мне кажется, есть провал, вот такой очень существенный и моментально нерешаемый, я на нем просто остановлюсь уже сразу и закончу. Это провал с нашей преимущественной ориентацией на инновации B2B и очень слабая ориентация на сектор, связанный с потребительскими инновациями, с инновациями для населения непосредственно. И здесь коллеги справедливо отмечают проблему, что и наши институты, университеты традиционно не были сориентированы на разработку каких-то технологий, инноваций именно для населения, а больше для некоторых задач, связанных с обороной, с развитием инвестиционных секторов и так далее, и тому подобное. Это моментально не меняется, но иначе мы оказываемся в тупике. Потому что какие обычно называют проблемы института развития? Первое. У нас нет качественных инновационных предложений. Ну, качественные инновационные предложения – хорошо. Значит, есть задача обучения, есть задача предпосева и посева, но все равно на каждой цепочке, а нет у нас качественного национального предложения. Второе. У нас спрос в экономике на инновации недостаточный. Да. Есть проблема, что там половина экономики – это крупные госкомпании, у них может быть не очень сильная мотивация к инновации, но другая половина – население демонстрирует очень активный спрос на инновации, на новые услуги, на новую продукцию. Мы это видим по результатам наших обследований, что основным драйвером инноваций является реально население, оно предъявляет спрос на инновации. И как это ни странно, если по цепочкам сверху вниз, то от производителей комплектующих, от производителей материалов вверх по цепочкам идут тренды инновационные, а не в обратную сторону, как можно было предположить. Спасибо. Спасибо, Юрий. Я постараюсь, попрошу все-таки коллег чуть покороче высказываться, потому что время немножко ограничено. Хотелось бы сейчас предоставить слово Пеке Сойне, генеральному директору фонда Текис в Финляндии, с которым у нас, кстати, очень хорошая кооперация, у нас есть совместный конкурс, очень высокая активность российских и финских предприятий. И хотелось бы услышать мнение Пеке, вот как эти проблемы решаются в Финляндии, которую мы знаем относится к одной из наиболее развитых с точки зрения инновационной деятельности стран. Спасибо вам, Сергей. У нас действительно имеется очень давнее сотрудничество с Сергеем. Мы давно сотрудничаем с Россией. Наша компания является действительно фондом с длительными традициями, в том числе в том, что касается развития стартапов. Несколько пунктов, которые, с моей точки зрения, являются важными, если говорить о стартапах и функции правительства. Прежде всего, важно сосредоточиться на том, чтобы поощрять частный капитал в данной области, капитал, связанный с рисками. И правительство должно поощрять доступность такого капитала. И, конечно же, необходимо здесь для правительства, для государства мыслить системно и основать, создать некую экосистему. Второй важный пункт – необходимо избавиться от барьеров, снести барьеры, препятствующие, например, учреждению частных капитальных фондов. И, кроме того, необходимо обеспечить надежное функционирование рынка капитала, рынка акций, и обеспечить поддержку для малых компаний. И необходимо также снести те барьеры, которые препятствуют выходу с какого-то рынка. И еще один пункт, третий пункт – система социального обеспечения также является важной. Государство должно преодолеть некоторые провалы в финансовых рынках, но оно не должно оставаться на борту этой системы, в самой этой системе слишком долго, потому что очень важно, чтобы государство не стремилось вытеснить с собой частные фонды и краудфандинг. Государство должно именно преодолевать какие-то провалы, а не пытаться заменить с собой частный сектор. Пункт четвертый, который нужно бы высказать в отношении стартапов. Очень часто стартапам необходимы знания и навыки, когда они начинают свои бизнесы. И каким же образом получить эти знания и навыки? Во-первых, очень важно наладить взаимосвязь с теми людьми, которые уже имеют опыт в данной области, которые могут поделиться компетенциями. Очень важно, чтобы такие компетенции были на рынке. Пример прошлого года. Так называемая программа БИГО. Данная программа, которая была начата в прошлом году, направлена на то, чтобы поощрить стимулировать частных предпринимателей, чтобы они начинали свою работу в рамках инкубаторов или так называемых акселераторов, для того, чтобы можно было быстро развивать эти компании, которые могли бы действительно участвовать в этом процессе. Еще один пример. Недавно мы основали фонд венчурного капитала с шестью предпринимателями и таким образом мы смогли обеспечить инвестиционные возможности для каждого из этих предпринимателей, имея индивидуальный подход к каждому из наших инвесторов. однако опять же знания важнее, чем деньги, когда мы ищем соответствующие средства. Еще один пример это то, каким образом развивалась индустрия игр в Финляндии. Это тоже очень интересная история, длительная история, и наша компания играла свою роль в развитии этой отрасли, этого сообщества, мы оказывали поддержку на разных стадиях развития, у нас есть несколько историй успеха, например, мы основали финские, не основали, а финансировали компании, которые в Финляндии занимаются в этой отрасли, в отрасли игр, объем данного рынка составил 2 миллиарда 200 миллионов евро. То есть это достаточно долгая история развития, развития экосистемы и поощрения роста. Еще один пример того, как мы наблюдали большой успех, это сообщество студентов. И это то сообщество, где очень быстро развиваются и начинаются стартапы. И есть много примеров того, когда компании развиваются так быстро, что государство само не может угнаться за ними. И наша роль заключалась в том, чтобы финансировать некоторые из этих стартапов. И некоторые из результатов данных проектов это успех компании Slush, это так называемая выставка стартапов, которая проводилась в Европе и которая является одной из самых крупных. Узнать о том опыте, который есть в Финляндии, и я сейчас хотел бы предоставить слово Людмиле Огородовой, заместителю министра образования и науки Российской Федерации. Мы знаем, что не так давно вы находитесь на государственной службе, но до этого достаточно много времени. технологической технологической решать те проблемы, которые мы сегодня обсуждаем. Спасибо большое, Сергей. Уважаемые коллеги, мы сегодня говорили о том, что компетенции и качество научного продукта является очень важной основой для последующего развития инновационного продукта. И следующий слайд, пожалуйста. Важно для начала понимать на этапах развития инновационного продукта механизмы поддержки, государственной поддержки, поддержки бизнеса, на каком этапе, на какую поддержку и за какими деньгами можно пойти. Нужно сказать, нельзя обойти тему реформы науки в России сегодня. И задачей реформы Академии наук, собственно, было выделение фундаментального сектора науки и ресурсное обеспечение этого сектора, в том числе и государственной поддержкой с ясными механизмами финансирования. Но мы видим вот на этой модели, что развитие инновационного продукта и выведение его в сектор экономики, оно, конечно, связано с необходимым ориентированием на бизнес. И чем выше стадия развития инновационного продукта, тем больший вклад бизнеса по факту мы видим в это мероприятие. И это происходит не потому, что продукт становится дороже, а потому что риск со стороны бизнеса, в зависимости от стадии развития продукта, он снижается и бизнесу становится прозрачней процесс и понятней. Вот мы на этой модели видим также, что довольно большое количество министерств сегодня в Российской Федерации принимает участие в развитии инновационного продукта. И очень важным этапом в нашей работе, в работе чиновников сегодня, является межведомственное регулирование этой деятельности. Нам не только важно исключить дублирование государственной поддержки на разных этапах одного и того же продукта, нам важно понять, если Минпромторг сегодня планирует развитие каких-то технологий, то, собственно, для этих технологий сориентировать те научные заделы, которые являются необходимыми. Участие институтов в развитии, оно является очень важным. Я бы хотела здесь выделить институт Сколково, который мы считаем очень важным инструментом в том смысле, что, конечно, инновационный продукт, он должен обладать одним очень важным свойством. Он должен быть глобальным с точки зрения глобальным научным продуктом. И он должен, если это действительно качественный инновационный продукт, он должен найти свое место на международном рынке. И поэтому этот институт развития сегодня для нас является очень важным. Ну, вот эта вот стрелка, которая пронизывает разные этапы создания инновационного продукта, межведомственное регулирование, оно является, как бы это регулирование не только для разных министерств, институтов развития и фондов, но это и показатель того, что успешный инновационный продукт, он проектируется сквозным образом с ранних стадий. И поэтому сегодня, например, Министерство образования и науки, оно вот отошло от финансирования на уровне прикладного исследования и опытного производства, отошло от финансирования отдельной организации и перешло к финансированию консорциумов. Потому что проектирование продукта и включение разных стадий его развития подразумевает и разных участников в этом процессе. Нужно сказать, что эти изменения произошли в России очень быстро, и поэтому сегодня федеральная целевая программа, она как раз в этом году поменяла свой характер, государственная программа, и мы считаем, что это очень, ну, наш следующий слайд, очень важная наша задача. Вот я приведу один пример реализации продукта, который спроектирован таким вот сквозным образом. Правда, он спроектирован с участием технологической платформы «Медицина будущего». На ранней стадии это был НИР, 2005-2007 год, и уже там фонд содействия инновациям программы «Старт» запустила его как успешный инновационный проект. И дальнейшее согласование продвижения проекта с Миноборнаукой в части организации опытного производства и с Минпромторгом привело к тому, что в очень короткие сроки было запущено 5 производственных линеек, начиная от импортозамещающих противогрибковых препаратов на основе медозольного кольца и заканчивая там сельскохозяйственными продуктами, биорезорбируемыми хирургическими нитями. Сегодня есть уже объем производства. Важно сказать, что инновационный продукт, он может иметь значение для развития сразу нескольких секторов экономики. Вот мы являемся восьмой страной мира, которая выпускает чистый глиоксаль. Иглиоксаль для фармацевтического, например, производства, которое закупается сегодня зарубежными фармацевтическими компаниями. И когда мы видим проект, который финансирован там на программе «Старт» всего только вот 5 лет назад, а сегодня участвуют как минимум в трех отраслях его продукты, мы считаем, что вот это и есть снижение рисков и та модель, которая может быть использована для других проектов. Следующий слайд. Следующий слайд. Это еще один пример. Мы, смотрите, в очень короткие сроки запустили аппараты вспомогательного кровообращения. Это очень емкий такой, инновационно емкий продукт и промышленно емкие продукты. И мы сегодня в этом смысле имеем продукт, который лидирует на мировом рынке. Следующий слайд. Конечно, инфраструктура и институциональное развитие имеют отношение не только к институтам развития, но и к инструментам. Мы запустили технологические платформы, и в нашей государственной программе Миноборнауки сегодня технологические платформы участвуют в разработке перечней тематик, которые объявляются за делов неокров. Но технологические платформы сегодня привлекаются нами для анализа инфраструктуры в России, где есть точки роста, какие центры коллективного пользования необходимы для развития каких приоритетов и каких критических технологий. Также очень важно инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы. Вот для этого всего мы сегодня привлекаем технологические платформы, которые, проектируя сквозной проект, или мы его называем проект полного цикла, понимают, какие задачи и какие сервисы будут необходимы для продвижения такого проекта. Мы совершенствуем также и системы поддержки проектов. Наиболее удачным, признанным у нас сегодня среди наших специалистов, является постановление правительства 218, когда бизнес финансирует, выделяет деньги на инновационную, на разработку технологии в университет или научно-исследовательский институт, которое станет основой инновационного производства для этого бизнеса. Нужно сказать, следующий слайд, что мы даже вот это постановление правительства 218 заложили сегодня в новый инструмент нашей федеральной целевой программы, мероприятие 1.4. Это выполнение инновационной технологии, разработку инновационной технологии в интересах отрасли или бизнеса. И в конкурсе участвует консорциум, в котором обязательно есть индустриальный партнер. Но вот по сути, если есть заказ бизнеса, то это очень такая прозрачная система, и задача чиновников становится только содействие и сопровождение выведения этого проекта, и сопровождение и технического регулирования, и законодательного регулирования, что сегодня является очень важным для любого инновационного продукта. Спасибо. Спасибо большое. Вот, по крайней мере, понятно, что делает министерство в части ликвидации этих разрывов. И я хотел бы сейчас передать слово Алексею Кострову, представителю Москвы, который представляет тоже Московский венчурный фонд, работающий тоже активно, очень со стартапами Москвы. Спасибо, Сергей Иванович. Ну, несколько слов о фонде. Московский фонд был создан правительством Москвы. Основная цель создания как раз – развитие рынка венчурных инвестиций в Москве. И вот та задача, на которой мы сконцентрировались в последние годы – это устранение дефицита ресурсов на самых ранних стадиях развития проекта, то есть пассивная стадия. Как раз анализ показал, что именно на этой стадии нехватка капитала, и мы попытались путем использования различных механизмов государственно-частоственного партнерства этот дефицит устранить. Ну, вот в этом направлении мы работаем два года. В принципе, как я считаю, нам удалось сделать немало. То есть мы привлекли инвесторов частных, как бизнес-ангелов, так и пассивные фонды, которые специализируются на вложениях в компаниях ранних стадий, и, опираясь на их экспертизу, стали предоставлять компаниям конвертируемые займы. В общем-то, несколько десятков проектов мы уже сделали. В общем, проекты развиваются, и вот уже начиная с этого месяца мы ожидаем возврата первых займов. Ну, как бы через год можно будет говорить о той статистике. Основа нашей деятельности – это опора на экспертизу и на опыт частных инвесторов, как пассивных фондов, так и бизнес-ангелов. Несколько слов, наверное, вообще в целом о том, как я вижу ситуацию на инновационном рынке. То есть, в моем понимании, достаточно большое внимание в последнее время уделяется инновациям со стороны правительства, причем как федерального, так и регионального уровня. Создано много институтов развития, которые начали свою работу, и, в общем-то, уже есть первые результаты. И инструменты, наверное, если вот так вот мы анализируем, количество инструментов, которые используются при поддержке инноваций, в частности, в Москве, вполне сопоставимы с теми инструментами и поддержками, которые используются в других развитых странах. В общем-то, понятно, что есть чему еще учиться, есть что повышать эффективность, куда. Но, тем не менее, в принципе, такой спектр инструментов достаточно широкий, достаточно большой. Теперь, что, как мне кажется, не хватает, и что нужно сделать в ближайшее время, чтобы повысить эффективность всей системы поддержки инноваций, и в том числе создать условия для развития инновационного предпринимательства. Первое. Мне кажется, все-таки роль частного сектора недостаточно активна. В принципе, в том числе путем формирования спроса надо идти, потому что сейчас действительно крупный бизнес не предъявляет достаточного спроса и инноваций. И зачастую это мешает развиваться компаниям. Пусть, да, можно развивать сектор B2C, но B2B тоже достаточно важный такой системообразующий, так сказать, слой. Поэтому надо максимально стараться развивать его. И даже, к примеру, зачастую в Соединенных Штатах Америки зачастую вот эта венчурная цепочка работает, потому что компании потом на следующей стадии приобретаются крупными компаниями, и, в общем-то, венчурные инвесторы, которые инвестируют на ранних стадиях, могут зафиксировать свою прибыль. В российских корпорациях таков механизм корпоративного управления, что фактически проще заказать какой-то дорогой неокор на стороне, чем купить стартап. То есть, в принципе, очень мало корпоративной практики по покупке готовых стартапов с готовыми решениями. Наверное, вот одна из проблем, которая, по-моему, мешает этому процессу развития и покупки крупным бизнесом, более мелких компаний. В цепочке есть некий такой разрыв. Ну и как бы просто, в принципе, это сказать, чтобы максимально на системной основе использовать инновационные решения в своей деятельности. То есть, наверное, можно подумать над созданием стимулов. Второй момент – согласованность действий. То есть, несмотря на то, что институтов развития много, в общем-то, работает много программ, но, к сожалению, согласованность действий между ними оставляет желать лучшего. Наверное, вот в этом кроется возможность резервы, скажем так, повышения эффективности деятельности, повышать коэффициент полезного действия в целом всей системы. То есть, более чёткая согласованность и, наверное, создание любых новых инструментов и новых каких-то форм поддержки должно очень чётко предшествовать анализ того, что уже есть. Потому что многие вещи работают, и зачастую создание какого-то нового инструмента никак не коррелирует с тем, что уже есть. Третий момент, который я бы отметил – это, наверное, важная неизменность правил игры. То есть, то, чем страдает, наверное, в моём понимании у нас система поддержки. То есть, зачастую как бы есть инструмент, он проработал год, принимается решение, что нужен другой инструмент, тот инструмент закрывается. Но зачастую предпринимателю, чтобы понять, нужно как минимум несколько лет, чтобы привыкнуть к этим правилам. И только он привыкает, собирается пойти, получить какую-то поддержку, раз уже правила другие. И он опять как бы делает шаг назад. Поэтому, наверное, неизменность правил игры, она позволит, наверное, привлекать более активно людей в эту сферу и, так сказать, получать результаты. И, наверное, реализация всех этих трёх факторов – активизация спроса на инновации со стороны крупного бизнеса, согласованность, повышение степени согласованности действий институтов развития и какая-то неизменность правил игры по поддержке инновации – оно позволит тому, что, в принципе, климат будет лучше и, наверное, результат не заставит себя долго ждать. Спасибо. Спасибо, Алексей, за очень компактное выступление. Вы нам оставляете ещё временные рекомендации в конце выступления всех спикеров. Хотел бы обратиться к Борису Рябову, представляющему фонд Bright Capital. Как вот вы видите проблемы финансирования ранних стадий? Добрый день. На всякий случай хочу понять, кто у нас слушает. Среди присутствующих предпринимателей есть? Поднимите руки. Хорошо, спасибо. А из корпораций? Тоже спасибо. Окей, здорово, что есть эти IT. Наверняка кучу чиновников, замечательно. Смотрите, на самом деле несколько есть ремарок на разных уровнях. Первое. Мы немножко упрощённо все понимаем, что такое инновации, какой у них жизненный цикл. Потому что в реальности оказывается, что это очень-очень разные среды. Промышленные инновации, инновации в науке о здоровье, инновации B2C цифровые – это очень разные среды и с очень разными правилами игры. Никогда не было, если вы посмотрите в истории крупнейших кластеров такого, что цепочки, по которым развиваются успешные технологии и коммерциализируются успешные технологии, были бы похожи. Скорее их надо сравнить просто с другими рынками. Здесь я призываю не упрощать чрезмерно, потому что если посмотреть на это как на разные рынки и на разные цепочки и способы создания стоимости, мы увидим, что и меры поддержки, и меры действия государства, и меры взаимодействия с экосистемами будут совершенно разными. Что я слышу, что упускается, когда мы говорим об инновациях в России? Ну, первое упускается, что мы слегка упрощенно понимаем бизнес. Слушайте, у нас бизнес в России – это большая часть государственных корпораций, если посмотреть на тех, кто покупает промышленные инновации. Говорить о них нужно не как о бизнесе, а как о некоторой формации, которая находится где-то между советско-сословно-корпоративно-государственным методом управления и действительно открытым пространством. В реальности мы где-то находимся посередине. Именно поэтому совершенно правильно говорит Алексей Костров, что методы корпоративного управления, применяемые в российских государственных корпорациях, конечно, не способствуют инновации. Слава Богу, существует множество примеров в мире, каким образом раскрывается эта часть системы. Если мы действительно говорим о парадигме открытых инноваций, а не о чем-то другом, есть множество методов, как это делается. Посмотрите на то, как это делается в арабских странах, выделением специальных суверенных фондов, имеющих в мандате именно инновационное развитие. Посмотрите, как это делается. В одних странах, в которых методом льгот или методом государственного регулирования корпорация подталкивается к тому, чтобы либо вкладывать деньги в инновации, либо опрозрачивать деньги, которые они направляют на неокры. Второе соображение по поводу другого игрока, которого мы категорически не замечаем. На самом деле он очень важен. И я полностью присоединяюсь к тому, что сказал Пека Сойни. Действительно, и у нас такая ситуация есть. Те предприниматели, а предприниматели – это основной капитал в этой всей структуре, они важны с самого начала, иначе это не инновация, а не окр. Те предприниматели, которые успешно пробиваются в среде, в общем-то, не дружелюбны, если посмотреть по рейтингам ведения бизнеса. Как правило, делают это не один раз. И в России есть такие примеры. Посмотрите на компании типа связи инжиниринга, посмотрите на компании, которые входят в группу системы, посмотрите на компании, которые работают с Ростелеком. Очень многие из них – это серийные сервисные платформы. Они живые, они построены вокруг предпринимательского таланта, и они занимаются инновациями. И в моем понимании действие государства в нашей ситуации должно быть направлено на то, чтобы именно этим компаниям, а они начинают как small and medium businesses, они начинают как малые бизнесы, средние бизнесы, не как большие бизнесы, помогать им или не мешать им. И сервисные компании, и есть те самые интеграторы, которые больше всего добавляют стоимости в эту среду. Очень важно понимать, что во многих случаях инновация, как коммерческое явление происходит не в связи с технологическим рывком или с некой новой научной идеей, а в связи с тем, что предприниматель, думая о том, каким образом, например, сделать удачный проект, делает успешную компоновку, компоновку существующих решений, делает инновации в бизнес-модели. Это тоже инновация. И это чаще всего оказывается тем, что в реальности и толкает коммерциализацию чего-то нового, что придумывают ученые. Инновация в бизнес-моделях и инновация как интеграция уже существующих решений – это очень важная вещь. И точно так же это делают, как правило, сервисные компании и серийные предприниматели, которых, да, у нас мало, но именно они являются основным капиталом. Вообще предпринимательский капитал – это то самое глубокое и самое важное, что определяет вообще функционирование этого рынка. Потому что если посмотреть на инновации, это как вишенка на торте. Тортом является функционирование малого и среднего бизнеса. Вишенкой является способность технологического малого и среднего бизнеса. Наконец, говоря про действия корпорации. Я очень рад, что мы активно все вместе двигаемся в сторону того, чтобы корпорации что-то делали в этом направлении. 218 постановление – это замечательно. Давайте посмотрим, где у нас есть уже успешные примеры раскрытия таких сред. И вот если посмотреть на Россию, как на страну с определенными правилами игры, пусть даже часто меняющимися, у нас есть успешные примеры региональных кластеров и региональных инициатив в этом направлении. Казань, например, если взять, ну, как такой громкий пример, но есть и многие другие. Именно это и есть то, чего не хватает нашим крупным государственным корпорациям. Способность создавать венчурные фонды. Посмотрите, регионы умеют это делать. Почему корпорации не могут это сделать? Вполне могут. Чего это не хватает? Здесь действительно не хватает функции государства. Потому что, конечно, ни один «Газпром» не захочет делать что-то, если не создать соответствующую среду регулятивную и корпоративную, которая толкнет его в этом направлении. И из существенного, что происходит в ранних стадиях. На каких стадиях вообще такая поддержка нужна? Наш анализ показывает, что предпосев и посев, вообще говоря, это та среда, которая создается достаточно быстро. И вообще говоря, если посмотреть на то, что происходит в Москве, она достаточно насыщена. Не в последнюю очередь действиями города и инициативами. В которых принимает участие Алексей и Москва Сидфанд. Или, например, АПИ, прекрасный фонд, с которым мы работаем. И множество других маленьких и не таких маленьких инициатив, которые делаются в городе. Проблемы начинаются позже. Проблемы начинаются в тот момент, когда компания пытается сделать следующий шаг. И тут очень разные траектории. У компаний промышленных и компаний непромышленных. У промышленных компаний проблемой является спрос. Но спрос не со стороны бизнеса, а спрос со стороны среды в целом. Эта среда в основном состоит не из бизнеса. Эта среда в основном состоит из регулятивного окружения. Эта среда в основном состоит из в целом государственного заказчика в той или иной форме проявляющегося. В случае B2C и в случае в целом стартапов проблемой является также ликвидность для инвесторов. Конечно, в чем проблема ликвидности для инвесторов? Точно так же, это говорилось до сих пор уже, это отсутствие возможности долгосрочного планирования и отсутствие рынка, в котором возникает момент ликвидности. Это моментально убирает финансовых инвесторов из игры, потому что если вы не знаете, кто купит эту компанию через 5 лет, а, и б, вы не уверены в том, что эту компанию можно будет вытащить за пределы страны и продать ее там, потому что там есть ликвидность, тогда, конечно, вы не будете инвестировать, или вы будете инвестировать по каким-то другим правилам. Это излечимая штука, но, к сожалению, ее лечение касается гораздо более широкой ситуации. Это создание единых правил игры и уверенность в том, что как минимум лет 7, а меньше 7 лет никто не закладывается, как финансовый инвестор, когда заходит в компанию, тем более в промышленную технологию. Почему это важно именно здесь? Потому что цикл длиннее. Если вы не уверены в том, что в течение 7 лет не будет радикально меняться правил игры, то, конечно, инвестиции не будет. И это проблема бизнес-климата в России в целом. И решать ее в контексте только инновации сложновато. Спасибо. Борис, спасибо. Но относительно корпорации, на самом деле государство многое делает. И, знаете, есть программа инновационного развития. Другое дело, что зачастую они формулируются формально, реально не работают. Но вот сейчас очередной идет попытка реанимировать эти пиры, попытаться их все-таки взбодрить и, по крайней мере, провести некую такую ревизию, что происходит в корпорации. Но я абсолютно с вами согласен, что этим надо заниматься. Относительно инновационных решений абсолютно правильно. Наиболее успешные бизнесы не там, где новые, может быть, даже технологии, а где инновационные решения. У нас прекрасный проект, который мы начали финансировать. Пробки на окне. Ничего нового не придумали. Обычное видеонаблюдение. Просто придумали, как договориться с жителями, ставить видеокамеру, веб-камеру на подоконник. Житель оплачиваем 300 рублей за интернет. И таким образом эта компания пробки на окне очень быстро стала лидером в России по количеству веб-камер. Это просто инновационное решение и очень хороший бизнес. Я хотел бы предоставить слово Андрею Морозову, представителю управления фонда веб-инновации. У вас специфический клиент из Колково, но, тем не менее, вам все равно за эти годы, наверное, вы много проектов посмотрели. Какие проблемы у них есть? Спасибо, Сергей. Добрый день, коллеги. Спасибо за приглашение выступить здесь сегодня. Я представляю государственный венчурный фонд, который специализируется на финансировании проектов посевной ранней стадии. Поэтому, говоря о разрывах финансирования, я сконцентрируюсь в основном на том сегменте, с которым мы сталкиваемся на ежедневной основе. Нам, как правило, еще ждать несколько лет, прежде чем наши проекты станут объектами возможных выходов поглощений или IPO. Но привлечение финансирования следующего раунда для нас крайне актуально. И, безусловно, мы сталкиваемся с большим количеством проблем в этой области. В чем же здесь дело? Хочется, не претендуя на полноту ответа, но отмечу, по крайней мере, несколько факторов. Прежде всего, в том сегменте, в котором мы работаем, за исключением, пожалуй, сектора IT и интернета, инвестиционное пространство доминируется государственными деньгами. В России нет достаточного количества рисковых частных долгосрочных денег, которые бы готовы были финансировать даже биотехнологические проекты, не говоря уже о промышленных инновациях, энергетических проектах и ряде других прорывных сегментов инноваций. Поэтому государство в данном случае делает совершенно правильную вещь, делая шаг вперед, предоставляя определенные финансирования и тем самым абсорбируя связанные с посевом и ранней стадии риски, давая долгосрочный капитал, который крайне сложно найти на коммерческом рынке. Но много сказано о недостатках государственного финансирования в инновационной сфере. И вот здесь я бы хотел немножечко прокомментировать, как это приводит к разрывам финансирования проектов. Во-первых, большинство государственных инвесторов ориентировано не на результат, а на процесс. В результате принятие инвестиционных решений крайне консервативное, крайне медленное. И удлиняя сроки выделения финансирования, вы приводите к разрывам финансирования проектов. Другой момент связан с тем, что значительная часть, если не большинство государственных средств, выделяется в проекты в форме грантов. Гранты имеют тенденцию двух типов. Во-первых, инвесторы государственных денег предпочитают, мы лучше поможем в меньшем объёме, но большему количеству проектов. В результате проекты недофинансируются. Это приводит к тому, что выделенное финансирование покрывает нужды проектов на короткие сроки. За эти короткие сроки не успевают наработаться необходимые результаты для того, чтобы привлечь инвесторов следующего раунда. Это очень серьёзная проблема, с которой надо что-то делать. Кроме того, когда выделяются гранты, такого рода инвесторы не проводят постинвестиционного сопровождения. То, чем славятся, например, венчурные инвесторы в Силиконовой долине, и чему часто приписывается успех этого явления Кремниевой долина в Калифорнии, когда молодые, неопытные предприниматели, но имеющие привлекательные технологические идеи, получают поддержку почти что на ежедневной, но, во всяком случае, на постоянной основе опытных инвесторов, которые проходили этот путь раньше и позволят предпринимателям, новичкам избежать большого количества ошибок. Таким образом, вот эти факторы приводят к тому, что многие инновационные проекты не успевают наработать достаточных результатов, совершают слишком много ошибок и сталкиваются с тем, что принятие решения о новом раунде финансирования занимает слишком долгий срок. В этой связи, мне кажется, одним из лекарств, которые позволили бы эту тему несколько облегчить, была бы переориентация подхода государственных инвесторов с выдачей грантов на выдачу возмездного инвестиционного финансирования. Вот наш фонд веб-инноваций построен как раз по этой модели. С одной стороны, мы даём финансирование на возвратной основе инвестиций, а с другой стороны, мы даём достаточно мягкие и гибкие условия этого финансирования, которые невозможно получить даже от коммерческих винчурных инвесторов, не говоря уже о других источниках финансирования, таких как банки и другие. Кроме того, мы активно работаем с нашими компаниями проектными на постинвестиционной стадии, помогаем им с постинвест-сопровождением, и мы надеемся, что такой подход повысит результативность. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Абсолютно согласен, что, конечно, гораздо эффективнее государственным институтам переходить на возвратное финансирование, но, к сожалению, так устроено наше законодательство. В ряде случаев те же институты находятся в таких правовых формах, которые не позволяют это делать. Фонд в своё время, наш фонд, начинал с возвратного финансирования. Это была наиболее эффективная форма поддержки. Потом в силу нашего законодательства мы были вынуждены перейти на это безвозмездное финансирование. Поэтому эта проблема есть, я с ней совершенно согласен. То есть двигаться надо в этом направлении. Ну, наверное, правильно, что мы послушали всех специалистов российской действительности. Хотелось бы сейчас послушать наших зарубежных коллег из Соединённых Штатов, и как у них эти проблемы решаются. Хотелось бы предоставить слово Эндрю Романсу, человек, который имеет большой опыт технологических стартапов. И хотелось бы, чтобы он поделился своими соображениями о том, как ликвидировать эти разрывы финансирования разных стадий инновационного проекта. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Эндрю Романс. Прежде всего, большое спасибо за приглашение. Я очень рад, что нахожусь здесь. Это мой второй визит в Москву. И, к сожалению, мой чемодан был потерян, когда я летел сюда из Сан-Франциско. Надо сказать, что я являюсь венчурным капиталистом, предпринимателем. Я основал сам компанию, начал инвестиции. И очень здорово, что я нахожусь здесь с вами, вот конкретно с вами, Пека. И я полагаю, что вы знакомы с одним инвестиционным фондом в Швеции. И что касается двух моделей, которые были упомянуты здесь. Во-первых, этот шведский фонд, это тот фонд, который занимается проектами на пассивной стадии. Еще есть один фонд, который был основан в Германии, который также является успешной моделью. И надо сказать, что 15 лет я провел в Европе, хотя я, собственно, родом из Силиконовой долины. И надо сказать, что когда я основал компанию, через некоторое время я продал свой бизнес, получил деньги и начал инвестировать в другие компании. И это для меня, естественно, вы зарабатываете деньги и затем помогаете своим друзьям, инвестируете в их стартапы. В Европе этого часто нет. И таким образом, что касается стартапов, допустим, я знаю коллег в Берлине, но они мне говорят, нет, я не буду инвестировать в ваши стартапы, потому что мне необходимы деньги для своих собственных стартапов. Так что в Европе это часто не происходит. А в Силиконовой долине все продают свои компании, получают деньги и затем инвестируют эти средства в компании своих коллег. Так что все это взаимосвязано. Таким образом, появляется целая экосистема новых компаний. Каждый стремится зарабатывать, каждый богатеет, инвесторы вкладывают в стартапы. И сейчас в Силиконовой долине находится большое количество российских предпринимателей, которые зарабатывают деньги, продают свои компании и вкладываются в новые стартапы. А в Германии, в Швеции такого явления пока еще нет. И поэтому наличие государственных фондов является очень хорошей идеей, потому что действительно необходимо найти финансирование для таких стартапов на ранней стадии. И я полагаю, что налоговые каникулы или налоговые льготы также являются важным инструментом. И в рамках данной дискуссии, если государство может предоставить какие-то налоговые стимулы, например, имеются задержки при выплате налогов или какие-то скидки, это тоже хороший инструмент. В частности, на пассивной стадии. И хочу сказать четко, если мы вкладываем деньги в такие стартовые компании, венчурные фонды, то на самом деле это приносит очень много денег. Скорее всего, вы зарабатываете деньги на таких инвестициях. Это хорошо для общества, это хорошо для экономики, и вы просто зарабатываете деньги для себя. Так что, конечно, лучше, если профессионалы будут инвестировать, а не государство. В этом случае вы можете заработать деньги. И, кроме того, я полагаю, что венчурные капиталисты, венчурные бизнесмены должны приносить какую-то дополнительную ценность. И вы должны убедить генерального директора, что вы принесете дополнительную стоимость. Вы должны доказать, что вас полюбят, что вы можете сделать и то, и это, и что у вас есть друзья в Москве, что это действительно заработает. В этом секрет успеха. Необходимо либо приносить какую-то дополнительную ценность, либо уходить с рынка. Так что, как вы, Андрей, упомянули, что одни предприниматели помогают другим предпринимателям, делятся опытом. Это важно. Мы помогали деньгами 20 успешным предпринимателям и бизнесменам. И я считаю, что действительно есть крупные компании, которые управляют миром, есть богатые семьи, которые управляют миром. И если мы часть их денег направим в стартапы, то это очень важно. Это сможет изменить ситуацию. Это сможет принести свой вклад. Если я смогу привлечь, например, семью Рокфеллеров или компанию Samsung или какие-то еще крупные компании, то это также очень важно. Так что привлекайте крупные компании. Предлагайте им вложить, допустим, 5 миллионов долларов в какой-то стартап. А затем мы будем осуществлять навигацию, мониторинг. Мы будем помогать каким-то образом тем крупным компаниям. И очень важно, чтобы крупные корпорации активно участвовали в инновации, инвестировали в стартапы. И последний момент. Я постараюсь быть кратким. Впервые, когда я приехал в Москву, я приехал как предприниматель. Сейчас я венчурный капиталист. Но Россия сейчас находится в Силиконовой долине. И все это знают. Российские предприниматели находятся в Сан-Франциско прямо сейчас. Сейчас, кстати, в субботу я отправился на шашлыки у себя дома. И я слышал у себя дома на родине русский язык. Так что я понимаю, что вы хотите быть как Силиконовая долина. Но забудьте об этом. Вы уникальны. Вы Москва. Это очень важно. Оставайтесь самими собой, но будьте напрямую связаны с другими странами. Ключ здесь заключается в том, чтобы вы отправляетесь в Сан-Франциско, в Нью-Йорк, чтобы все были взаимосвязаны и имели контакты. Все могут работать друг с другом. Нет необходимости конкурировать. Просто сотрудничайте. На этом я закончу. И, Брайан, я полагаю, что вы последний, кому будет предоставлено слово. Спасибо. Я тоже хотел бы сказать, что я в Москве впервые. И я очень рад находиться здесь. Спасибо, что вы меня пригласили. Перед тем, как я стал генеральным директором технологической компании Rocket Hub, Я работал в СМИ, в искусстве. Так что у меня очень большая часть карьеры связана с тем, чтобы основывать такие сотрудничества. В 2009 году я основал компанию Rocket Hub. Сейчас это третья по величине краудфандинговая платформа на планете. И мы очень много краудфандинга сделали для науки. Фактически, краудфандинг – это то, каким образом вы используете социальные сети и онлайн-сообщества для того, чтобы увеличить информированность населения о каких-то идеях, о бизнес-проектах. И Юрий упомянул предпоседную стадию и те исследования, в которых участвуют фонды. Мы обнаружили, что в США многие инноваторы и ученые могут использовать краудфандинг для того, чтобы закрыть прорехи в финансировании. Это достаточно для того, чтобы вас заметили и выдали вам, например, традиционный грант. Так это работает в США. Краудфандинг может быть потрясающе эффективным инструментом для того, чтобы повышать информированность о каких-то историях успеха, для того, чтобы люди действительно заинтересовались вашим проектом. Интернет и социальные сети являются потрясающим источником финансирования и также повышения известности вашего проекта. Это позволит, в принципе, и Москве создать платформу, на которой предприниматели, новаторы смогут поделиться своей историей. И, в частности, краудфандеры, которые работают в Нью-Йорке, у нас всего 12 сотрудников. Однако мы выполняем огромную работу. Практически все публикации проходят через НАСА. Мы рассказываем то, каким образом краудфандинг сможет действительно поменять все правила игры на этой площадке. И почему нас постоянно повторяют и цитируют в прессе, в СМИ? Потому что мы можем рассказать об очень интересных вещах, которые представляют интерес для публики. Мы начали партнерство с AV Networks. Это целая серия репортажей, в которых рассказывается о наших проектах. И на ТВ мы тоже сказали свое слово. Так что это позволяет нам снести ряд барьеров и преодолеть их. Я полагаю, что вы упомянули барьеры раньше. И такой краудфандинг действительно позволяет вам поделиться вашей историей с общественностью. Я бы хотел добавить, что сначала я несколько скептически отнесся к краудфандингу. И такое было мое первоначальное впечатление. Однако мы недавно инвестировали в компанию под названием Neftia. Мы вложили примерно 6,5 миллионов долларов на первом этапе. И компания практически не получила никаких доходов. Никакого бизнеса у них успешного не было. Однако они начали осуществлять предварительные продажи своего продукта на сайте. И они продали продукцию на 1 миллион долларов в течение первых 7 дней. А сейчас они продают продукцию на 15 тысяч долларов в день. Может быть, они должны подключиться к вашей платформе. Я думаю, что мы позже это обсудим. Но они продают на 15 тысяч долларов в день. Это означает, что всего будет примерно 18 миллионов долларов выручки. И при этом они продают уже на первоначальной стадии. Так что либо вы зарабатываете деньги на доходах, либо инвестор вкладывает деньги в компанию. Иначе просто кровь вытечет из организма, и организм отомрет. И тогда нельзя будет зарабатывать деньги и выживать ни в Москве, ни в Нью-Йорке, ни в Сан-Франциско. И надо сказать, что этот краудфандинг – это серьезный инструмент. Мы продаем продукцию, и можем от банка, например, получить 8 миллионов долларов. Даже несмотря на то, что мы еще не отгрузили продукцию. Так что это очень интересный инструмент. Есть, где здесь развернуться в России, потому что у нас краудфандинг только в самом начале. И я думаю, что вполне можете у нас неплохую платформу и в России сделать. А вот Эндрю хочу посоветовать, если время будет, внимательно походить по этой выставке. Здесь очень большое количество стартапов. И я вам могу ответственно заявить. По крайней мере, те стартапы, которые мы финансировали, они будут вполне интересны для инвестиций. Ну, наверное, единственное, что многие из этих ребят не собираются, пока вы уезжаете в Кремниевую долину. Поэтому вам придется сюда приезжать. Надеемся, в следующий раз вас багаж не потеряют, и вы приедете сюда без проблем. Да, пожалуйста. У нас еще буквально осталось, коллеги, 5 минут на ремарки и на предложения. К вопросу о ремарках. Краудфандинг – очень интересная история. То, что делают Рокетхапы, и Kickstarter, и Indiegogo, и все на свете, и планета, которая в России делает это все. Так же, как и то, что делает платформа для ангельского финансирования, типа AngelList, уже по всему миру. На самом деле, это то, что мы должны учитывать здесь, в России. Я говорю здесь о своей российской части. Мы международный фонд, мы по всему миру инвестируем. Но то, что мы должны учитывать здесь, в России, что именно это и есть то, что придет к тому, что молодому предпринимателю, который делает новый продукт и задумывается, где ему делать новый продукт, в конечном счете он все равно его сделает в Китае и будет продавать его в Штаты. И то, что он выбирает местом своей жизни и местом своей деятельности Москву, скажем, или Новосибирск, или Перм, или Владивосток – это наша золотая удача. И если мы живем в этой среде глобальной, то нам нужно заботиться о том, чтобы ему было здесь хорошо, чтобы ему хорошо здесь жилось. Потому что в конечном счете, производя продукт в Китае, продавая его в Штатах, шансы, что он не уедет в Сан-Франциско в течение небольшого времени, не очень высоки, если этого не сделать. И это и есть те самые прекрасные люди, ради которых это все затеяно. Потому что неокры, программы… Очень здорово двигаться топ-даун сверху вниз. Но это парадигма, которая функционировала в 20 веке. Это парадигма, в которой вы можете это сделать. Если, скажем, Королёва в шарашке держится, то окей, да, он не выйдет. Но если вы его не держите в шарашке, он будет действовать там, где он может принести больше пользы для человечества, и где он может лучше реализовать свои проекты. Я, Борис, совершенно согласен с вами. Мы должны ставить условия молодым инноваторам, стартапам, чтобы они, находясь в Москве, могли использовать все возможности, технологические, коммуникационные, платформы краундфандинга, соответствующие возможности организации производства по всему миру. Я совершенно с вами согласен с этой точкой зрения. У нас еще эксперты, правда, есть, которым практически не осталось времени говорить. Но если есть большое желание, у нас буквально осталось пара минут, троечка, если хотите, кто-то из экспертов. Да, вот Леонид Водоватов, представитель Сколково. Леонид, только если можно буквально пару минут. И есть микрофон какой-то? Да, у нас осталось пять минут, мне подсказывают, на все. К сожалению, наш организатор очень плотный. Добрый день, уважаемые коллеги. Людмила Михайловна про Сколково очень хорошо сказала, и добавить нечего, кроме того, что мы реально сейчас переместились в Сколково, и теперь уже этот инновационный центр, который задумывался... Задумывался именно как концентрация интеллектуальных предпринимательских и финансовых ресурсов в одном месте он начал функционировать. Значит, вот две вещи хотелось бы сказать. Что, грубо говоря, инновационный цикл состоит, ну вот лично для меня, из двух стадий. На первой стадии это прежде всего предприниматель. Вот если нет этого предпринимателя, никакое государственное финансирование, не частное финансирование, оно уйдет в виде грантов, как тут было совершенно верно сказано, уйдет просто в никуда. Ну, подогрев всеобщей научной температуры. Это хорошо. Значит, поэтому вот на этой стадии нужно поддерживать конкретно человека. На второй стадии, когда уже человек вырастает в некую компанию, вырастает команда и так далее, вот здесь промышленность. Без промышленности, без потребителя промышленного или потребителя B2C бизнеса не бывает. Бизнесе нужен, в общем-то, основной – это рынок. Все остальное будет. Если нет рынка, то нет соответственной бизнеса. Просто не о чем говорить, нет содержания. Вот поэтому вот сейчас как раз есть некий тренд, что в известных, так сказать, политических условиях возникает активность российской промышленности, это хорошо, а активность предпринимателя, она стимулируется, собственно, всеми институтами развития, которые собрались за этим столом, включая Сколково. И разрывы финансирования, они должны совпадать как-то с развитием этого предпринимательского капитала. Финансирование должно соответствовать качеству предпринимателя на каждом уровне технологического цифра. Спасибо. Ну и последняя ремарка Людмилы Огородовой, и, наверное, на этом закончена. Если мы говорим об инновационном проекте, то наука здесь в основе должна быть у предпринимателя. Мы все-таки об инновационных проектах говорим. И что касается моделей сверху вниз, все-таки мы сегодня стараемся перестраиваться. Мы понимаем, что наука – это вообще область демократичная очень, и мы стараемся давать организационную свободу нашим различным предприятиям, организациям, для того, чтобы они в консорциумы находили сами себя по тематикам, ну и вместе, так сказать, с заказами государства или бизнеса. Но что хочу сказать, что Миноборнауки сегодня взял на себя очень серьезную миссию – развитие рынка прав на интеллектуальную собственность. Занимаемся этим много, постоянно, и вот просто не было времени обо всем говорить, но мы развили очень много инструментов сегодня – государственной политики, управления наукой и инновационной наукой. И мы считаем, что это основа инновационного предпринимательства. Мы стараемся заниматься сопровождением. Спасибо, дорогие коллеги, участники нашей панельной дискуссии. Я хотел всех поблагодарить, и наших коллег зарубежных, и наших российских коллег. К сожалению, в том жутком цветноте времени мы, наверное, не все успели сказать все, что хотели сказать. Наверное, эту дискуссию можно было продолжать бы еще несколько часов, потому что она действительно для всех очень актуальна и интересна, и интересно обменяться опытом и мнениями. Но тем не менее мы все-таки что-то успели сделать, я считаю, что очень конспективно, но и поговорили о краудфандинге, о проблемах институциональных и проблемах финансирования. Поэтому всем большое спасибо. Хочу пригласить всех участников форума на пленарное заседание, которое начнется в 11 часов. Новая инновационная карта мира, как уменьшить технологический разрыв между странами с участием представителей Правительства Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Просим заблаговременно занять места в зале пленарных заседаний. Красные беджи могут пройти в зал пленарных заседаний, синий в лаунж-зоны, зал 2-й, 3-й для просмотра, рабочий язык, русский, английский и китайский. И просим тоже использовать оборудование синхронного перевода. Спасибо всем большое. До свидания. Спасибо, Сергей. Спасибо за то, что вложились.